Братья возвращаются к Отцу. 29 стих. Эта история невероятно увлекательна, но эта история показывает нам, как внимание к контексту, внимание к деталям, сопоставление различных библейских отрывков помогает нам лучше увидеть глубину Священного Писания. Они возвращаются к Иакову и начинается между ним разговор. Рассказали ему все случившиеся с ними, говоря, обратите внимание, как воспроизводятся слова героев здесь, подробно воспроизводятся, потому что эти беседы важны. Начальствующий над той землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатая в земли той. И сказали мы ему, мы люди честные, говорили это, мы не бывали соглядатаями, говорили это, нас двенадцать братьев, говорили это, сыновей у отца нашего, одного не стало, тоже это говорили, а меньше теперь с отцом нашим в земле ханаанской. Значит, они повторяют ту же самую ложь пока, по поводу одного не стало, отцу. Разница лишь в том, что Иосиф отлично знал, как оно не стало. Иаков не знает. И сказал нам начальствующий над той землей, вот как узнаю я, честные ли вы люди, оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите и приведите ко мне меньшего брата вашего, меньшего брата вашего. И узнаю я, что вы не соглядатые, но люди честные. И отдам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле. Вот этого момента не было, значит промышлять в этой земле, тут непонятно, либо они прибавили, либо в начале не были воспроизведены слова целиком. Вот можете промышлять, это уже так, знаете, типа сколько ты рыбы вчера поймал на рыбалке? Там три, нет, пять, нет, там еще больше. Кому как. Вот. И реакция отца. И реакция отца. Во-первых, выясняется, что там еще есть серебро, да, он вернул. Вы лишили меня детей. Не ребенка, а детей. Помните, несколько минут назад я сказал, что вполне возможно, Яков что-то подозревает. Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите. Все это на меня. Начинает говорить Рувим, который, в общем-то, всегда был совестью этой кучки, этой группы. А смотрите, что он говорит. Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе. А что он готов сделать? Пожертвовать. До этого Рувим просто призывал не убивать. Сейчас Рувим готов пожертвовать. Он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб. И так Рувим не смог убедить. Становилось все хуже и хуже. А где в это время Симеон? У брата. Он в Египте. Как бы потерян тоже. Голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта. Друзья мои, это не день. Это не месяц. Думаю, что даже это не полгода. То есть эти события разбросаны во времени. Тогда отец их сказал им, пойдите опять, купите нам немного пищи. Бизнесменом в этой семье был Иуда. И вот тут начинается его покаяние. И сказал им Оду, говоря. Тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Значит, нужно брата. Если пришлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи. А если не пошлешь, то не пойдем. Ибо тот человек сказал им, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Значит, он повторяет то же самое. Израиль сказал, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат. Зачем вы сказали всю правду? Они сказали, расспрашивал тот человек нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас брат? Мы рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы узнать, что он скажет? Приведите брата вашего. И Иуда начинает смотреть на все это по-другому. Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем. А вы живы будем и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Со мною. Что готов был сделать Иуда в истории с Иосифом? Продать его. Что готов сделать теперь Иуда? Хранить Вениамина. Хранить для отца. До этого Иуде дела не было до отца. Теперь он постепенно меняется. Он говорит, я отвечаю за него. Из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобой во все дни жизни. Смотрите, Рувим готов был отвечать, но не собой. А кем? Детьми. Типа, да ты, я, конечно, если чего, возьми детей моих. Иуда теперь говорит, я отвечаю. Я отвечаю сам. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. То есть, очевидно, этот диалог шел довольно долго. Израиль, отец их сказал им, если так, то вот что сделаете. Возьмите с собой плодов земли, то есть, принесите дары. Возьмите и другое серебро и так далее. И брата вашего возьмите и, встав, пойдите опять к человеку тому. Почему Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. Он молится о Божьей милости, на его молитву будет ответ. Опять, мы пропускаем немножко, они отправляются с дарами. Приходят к Иосифу, 17 стих, и сделает человек тот, как сказал Иосиф. Иосиф уже понимает, что будет с ним вкушать пищу. И вел человек людей с ним в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввел их в дом Иосифов. И сказали, это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши. А тут традиция. Часть традиций заключалась в следующем. Очень часто темницы находились при богатых домах. Когда их ввели в дом Иосифов, было непонятно, на пир или на казнь. А директор вызывает, директор вызывает в свой кабинет. Зачем? Объявить о повышении или объявить о повольнении? Кто что знает? У них есть полная уверенность или полное основание предполагать, что объявят о повольнении. Так мягко скажем. И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома. И сказали, послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи. И случилось что? И так далее. Они всю эту ситуацию объясняют. Но Иосиф решает их проверить еще больше. И этот замечательный эпизод с чашей, которую находят в мешке у Вениамина. И говорят, как вы думаете? Ведь получается, что Иосиф ложно обвинил братьев. Как вы думаете, зачем? Как вы думаете, зачем Иосиф ложно обвинил своих братьев? То есть он подбросил, подложил чашу, а потом сказал, что вот они сами взяли. Зачем? Посмотрите, как они любят Вениамина. Насколько они любят Вениамина. Ну и, наверное, отчасти дать им возможность на собственной шкурке прочувствовать, что такое, когда тебя ложно обвиняют. Тут, наверное, несколько мыслей. Понятно, что он не собирался их осуждать. Но посмотрите, пожалуйста, в следующей главе, 13 стих. «И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пались пред ним на землю». Теперь Иуда называется первым, потому что он берет на себя руководство. До этого Иуда взял на себя руководство, когда нужно было Иосифа продать. Сейчас Иуда снова берет на себя лидерство среди этих братьев. 16 стих. Иуда сказал, что нам сказать, господин нашему, что говорить, чем оправдываться. Бог нашел не правду, а рабов твоих. Вот мы, рабы господина нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Это что? Вот это признание, вот мы, рабы господину нашему. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Это исполнение, это и покаяние, это исполнение сна, это развитие тех событий. Опять, Иосиф понимает, что происходит. Они не имеют ни малейшего представления, но Бог их уже меняет. Но Иосиф сказал, нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом. А вы пойдите с миром к отцу вашему. Они в свое время выкинули. Сначала выкинули, потом продали Иосифа. Теперь он спрашивает, хорошо, а как вы поступите с Вениамином? Как вы поступите, когда те же обстоятельства в вашей жизни сложатся снова? И подошел Иуда к нему и сказал, «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо это то же, что фараон признает положение Иосифа и свое положение. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. До этого они говорили, брата не стало, как бы вот само по себе. Теперь он говорит, брат умер. «Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, отец не может оставить отца своего. Если он оставит отца своего, то сей умрет». Вдруг Иуда начинает заботиться об отце. До этого, опять-таки, ему было все равно, теперь он начинает заботиться об отце. «Но ты сказал рабам твоим, если не придет с вами младший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему отцу нашему, опять, и отец и мать поклонились, да, рабу твоему отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш, пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти. «А если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица твоего того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего». И вот беседа их с отцом, он пересказывает ее. И 30 стих. Он говорит уже, Иуда говорит от себя. «Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами, а и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он увидит, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои, седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе и не поставлю его пред тобою, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни». Я взялся отвечать. И последнее. «Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. И вот в этот момент наступает перелом. Потому что 45 глава начинается. «Иосиф не мог более удержаться при всех стоявших около него и закричал, удалите от меня всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. Вот в какой момент наступил перелом. Значит, вы помните, как братья Иосифа не готовы принять ответственность за свои негодные поступки? В этот момент, к концу главы, Иуда готов принять ответственность даже за то, чем он, по большому счету, невиновен. Но не брал он чашу. И Вениамин не брал чашу. Вы помните о том, как они пытались сложить с себя, сбросить с себя свою собственную вину? Теперь они готовы взять на себя вину чужую. По большому счету, отвечать за то, что они сделали когда-то давно. Вот какое превращение, вот какая перемена в них произошла. А теперь можно бы ожидать, что Иосиф, как самый крутой, любимый из братьев, появится в каком-нибудь очень важном месте в Новом Завете. Допустим, в родословной Христа. Ожидать-то можно, но он там не появится. Кто из братьев появится в родословной Христа? Иуда. Иуда. Через него работает Бог для того, чтобы произвести Мессию, но через Иосифа Бог работает для того, чтобы сохранить израильский народ. И вот здесь эти люди проходят через такую перемену, которую произвести может только Бог. Мы на самом деле только чуть-чуть копнули немножко ушли вглубь о поверхности вот с этой историей. Но, понимаете, когда мы внимательно читаем и толкуем, интерпретируем Библию, у библейских героев есть такая интересная особенность. Бог так устроил. А они оживают. И вот тогда, пройдя через это упражнение, во-первых, мы меняемся сами, во-первых, мы начинаем понимать, что Бог способен и нас изменить, Он и нас изменяет. Во-вторых, меняется наш взгляд на Бога и на окружающий мир. Знаете, как иногда говорят, а я-то ни при чем, я вообще из этой дисфункциональной семьи, понимаете. У меня там родители развелись, когда мне было два года. Вот. И я помню, когда мне было полтора года, папа, маму убил и так далее. И вот меня не спрашивайте. Если хотите дисфункциональные семьи, вот они, пожалуйста. Но есть Бог, который может менять и эти семьи, и этих людей, и эти обстоятельства. Вообще, уроков тут масса. Но уроки эти начинаются тогда, когда мы сначала внимательно прочтем библейский текст, вчитываясь в него. Друзья мои, значит, вот какая вещь. Конечно, важно читать Библию быстро, типа Библию прочитать за год или Библию прочитать за три года. И это хорошо, это правильно. Но постарайтесь, пожалуйста, внедрить в свою жизнь еще одну практику. Читайте Библию так же и не спеша. Допустим, даже не по голове, не по полглавы в день, может быть, по небольшому абзацу, на несколько стихов. Читайте, делая пометки. Читайте, записывая на полях вопросы, которые хочется задать. Потому что потом, со временем, может быть, Бог даст на эти вопросы ответ. Читайте, останавливаясь, когда что-то не понимаете. А что это значит? А почему он там так сделал? Вчера мы использовали в качестве примера, приводили в качестве примера Евангелия от Марка, седьмая глава, вот обычай корван, когда, или корван, когда человек говорил, что я все свое богатство отдаю храму. и по установлению, такому неписанному установлению, при этом, этот человек мог уже не заботиться о родителях. Мама, папа, я понимаю, что вы пожилые люди, я все Богу отдал. Вы тоже ни при чем. Вы же не будете спорить, что Бог выше, чем вы. И служение Богу для меня важно, важнее. чтобы понять значение этого фрагмента, есть смысл разобраться в частности с этим обычаем. И тогда нам гораздо проще будет применять его и в современной жизни. Потому что у нас тоже свои корваны или корваны бывают. Потому что не в таком виде, но бывают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok